Спасибо, Бог! Спасибо! Классный час на костях. Сцены из жизни Шекспира выдуманы, дрожь в голосе настоящая. У мальчиков школы для мальчиков, святого Эдуарда, это почти обряд посвящения. Пройти по проклятым плитам, не спугнув тень отца британской поэзии. Не то чтобы мы суеверны, но в городе любой школьник знает, что Шекспир покрыл свою могилу проклятием, и она до сих пор работает. Бедный отец Йорих демонстрирует эпитафию на староанглийском. Друг ради Господа, не рой останков, взятых всей землей, не тронувший блажен в веках, и проклят, тронувший мой прах. Когда Йорих стал хранителем могилы, его предупредили. Ваше имя выпало не случайно. Вам придется принести Шекспиру жертву. Ждите. Жалуются. За 500 лет могила просела, мягкий камень разрушается. Уже собрали на реставрацию 4 миллиона, но рабочие ни за какие деньги не соглашаются притронуться к могиле. Мы тут прочли, что в начале века просто рентгеном могилу просветили, искали рукописи. Так ученые говорят, заболели и умерли под знаменитый гамлетовский смех. Взяться за Вильяма Шекспира не хочет ни одна бригада графства. Уверяют, проще закрыть церковь, чем спорить с призраком. Поднаторевший уже на спорах о творчестве Барда бедный Йорик устал объяснять свою версию. Шекспир просто боялся повторить судьбу моего тезки Йорика, с черепом которого Гамлет разговаривал. Почти в каждой пьесе об этом писал. Скажем, просыпается Джульетта в склепе, а там кости. Шекспировские могильщики, освобождающие места для вновь прибывших, его самая большая фобия, когда их сгумация страшнее смерти. Существует версия о том, что проклятие на могиле не более чем шутка неких средневековых мистификаторов. Придуманное, чтобы скрыть, захоронение-то пустое. Ведь ученые всего мира спорят до сих пор, а был ли Вильям. Поэтому и ждут начала возможных реставрационных работ, а соответственно и рентгеновского исследования, которое ответит на этот вопрос. Скептики уже цитируют ехидные срочки поэта. Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. За эту версию говорит то, что поэт номер один не похоронен в Весминстерском аббасе-пантеоне бессмертных британцев. Отец Йорик о том, что в существовании Шекспира сомневались все его последователи, от Байрона до Голсуорси, даже слышать не хочет. Костей не потревожив технологии спасения, которую он придумал от отчаяния. Пока огородил шнуром из овечьей шерсти могилу, чтобы призрак назойливых туристов не напугал. Древнее и верное средство. Единственный пока вариант заламинировать могилу, залить прозрачным материалом, как саркофагом, может это остановит разрушение. Может кто из иностранцев согласится на такую работу. Бедный Йорик уверяет, что будет молиться за смельчаков, которые решатся помочь. А пока попытается договориться с Шекспиром и взять всю ответственность на себя. Пусть даже если это грозит ему повторением судьбы литературного тезки. Смеется грустно. Если удастся спасти памятник, я тоже буду почти героем. Хранитель могилы. Бедный Йорик. Ира Адзинала, Борисанциферов, Стратфорд, на Овоне. Первый канал.